Еду в Казахстан По дороге обязательно нужно заехать на деревенский рыночек. Там можно купить ягоду, но имейте в виду, в июне черешня еще привозная из Узбекистана и не особо отличается от той, что можно купить в Красноярске. А вот клубника местная. Килограмм клубники стоит 400 тенгер. Чтобы от жадности не объесться, я тебе беру полкилограмма. В городе она по 1000 тенге, а здесь по 400. Не говорите только продавцам. Посреди степи перед нами открывается огромный разлом с отвесными скалами, на дне которого петляет узкая дорога. Вот это Чиринский каньон. Сами казахи утверждают, что таких всего два. Здесь, ну и естественно, Гранд Каньон, самый известный в мире в США. Я там не был, но здесь круто при любом раскладе. За год в Чиринский каньон приезжает всего 10 тысяч туристов. Это очень мало. На Красноярских столбах за тот же период бывает около 350 тысяч посетителей. Зато встретить здесь можно людей со всего света. Из Японии, Китая, Польши и даже американцев. Я впервые в Средней Азии и приехал сюда из Душанбе вчера. И мои друзья позвали меня сюда просто показать, какой большой каньон. Это почти то же самое, за исключением того, что Гранд Каньон намного, намного больше. И внизу там течет река. Чирин – место мистическое. Местные считают этот разлом земли воротами в подземные миры, где живут духи. И беспокоить их обычным смертным опасно для жизни. Одно из ущелей каньона даже называют ведьмино. По легенде, ведьмы загоняют задержавшихся до темноты туристов на каменные столбы и сбрасывают их в пропасть. Несколько лет назад туристка из Франции упала в реку Чирин, которая бежит в каньоне и утонула. Ее тело искали несколько недель. Но несчастные случаи здесь все же редкость, говорят гиды. Всех туристов они предупреждают. Купаться в горной реке опасно. Из селфи на скалах нужно быть осторожнее. Камни могут обрушиться. А вот снимать их со стороны – одно удовольствие. Тут, кстати, есть оптический эффект. Оказывается, каньон в зависимости от времени суток меняет цвет. На закате он красный, когда солнце над каньоном, он желтый. То есть зависит от освещения, с какой стороны падает солнце. Когда красивее? В основном на закате и на рассвете. В Чириньи блогеры и фотографы из нашей группы оторвались по полной. По дну каньона ездит такси. Но мы идем пешком и через два километра прогулки оказываемся в настоящем оазисе. Среди деревьев бежит бурная река, есть кафе и даже эко-кемпинг. В этих бунгало и юртах любят останавливаться фотографы, чтобы сделать ночные снимки. Я бы очень хотел вместо скучной гостиницы сегодня переночевать в Чиринском каньоне, чтобы вечером разжечь костер, сесть возле него и слушать местные страшилки. Но нам нужно возвращаться. Завтра мы отправляемся на знаменитый зеленый базар Алматы и узнаем, где купить настоящие сувениры. Все это в четвертой серии проекта «Еду в Казахстан». Субтитры создавал DimaTorzok